Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам обо всех возможных способах переезда во Францию по долгосрочной визе D, а также расскажу о том, что такое виза и чем она отличается от вида на жительство. Итак, начнем с возможных способов переезда во Францию на долгосрочной основе. Вначале нужно уточнить, что понятие переезда во Францию под ключ, то есть получение ВНЖ под ключ, не существует. Для того, чтобы переехать во Францию, необходимо иметь какой-то мотив, то есть заявитель должен соответствовать определенным критериям, условиям при подаче того или иного типа визы. По каким критериям заявитель может переехать на территорию Франции? Начнем с самых распространенных. Самый распространенный способ переезда во Францию, два самых распространенных способов переезда во Францию, это переезд по учебе и по семейным обстоятельствам. Франция притягивает к себе иностранных студентов со всего мира, и Франция сама способствует притоку иностранных студентов, так как нацелена на интернациализацию своих программ. Вы можете получить образование не только на французском, но и на английском языке. Существует множество университетов и высших школ, где вы можете подобрать наиболее подходящую для себя программу. Нет никакого ограничения по возрасту, а стоимость обучения в университетах весьма демократична. Конечно же, стоимость обучения варьируется в зависимости от типа высшего учебного заведения, но факт остается фактом. Именно учеба является самым популярным способом, скажем так, точкой входа для дальнейшей миграции во Францию. Если все сделано стратегически правильно, то дальше вы сможете сменить ваш студенческий статус на рабочий и уже закрепиться во Франции на постоянной основе. О особенностях студенческой визы выступления в высшее учебное заведение Франции мы будем рассказывать отдельно в рамках отдельного урока. Второй по популярности способ переезда – это, как ни странно, или же совсем ни странно, это переезд по браку. То есть вы находите, встречаете свою любовь, находите партнера, который является гражданином Французской Республики, либо гражданином Европейского Союза, либо гражданином любой другой страны, постоянно пожелающего в территории Франции, вы заключаете официальный брак, и этот брак является основанием для вашего переезда во Францию. Здесь необходимо отметить, что для тех, кто заключил брак с гражданином третьей страны, то есть страны, не входящей в состав ЕС, процедура будет чуть более сложной и чуть более долгой, чем в других случаях, но, опять-таки, легальный брак является абсолютно весовым основанием для вашего переезда на территорию Франции и для получения всех прав на территории Франции. Итак, какие еще есть способы переезда во Францию? Конечно же, возможности переезда во Францию не исчерпываются учебой, либо же семейными обстоятельствами. Нас часто спрашивают, насколько легко переехать во Францию по работе. Мы отвечаем, переехать во Францию по работе можно и сложно. Не говорю «но» сложно, так как «но» – это частичка противоречия. Мы не исходим из противоречия, мы, наоборот, говорим о том, что это абсолютно реалистичный способ переезда. Почему мы все-таки говорим о том, что переезд во Францию по работе достаточно сложен, и от этого не является одним из наиболее популярных способов иммиграции в эту страну. Потому что во Франции есть такое понятие, как разрешение на работу. Если вы иностранный гражданин, то есть не резидент Франции, то для того, чтобы начать работу на территории Франции, вам нужно получить разрешение. Если ваш работодатель предлагает вам стандартные условия работы, а не зарплату, начиная от определенной суммы, которая является выше среднего уровня зарплаты по Франции, то вам необходимо пройти процедуру изучения рынка труда. Что это значит? Это значит, что французская администрация будет смотреть, почему именно вы, а не другой кандидат на территории Франции, больше подходите для данной работы. Более того, вашему работодателю придется доказать, что кроме вас на эту работу он никого не нашел. Именно поэтому получение рабочей визы, стандартной рабочей визы при любом типе контракта, при условии, конечно же, что вы нашли работодателя, это процесс несколько долгий, достаточно сложный, но имеющий место быть. Вы лично ставите примеры тех, кто переехал во Францию по такой визе. Также есть упрощенный способ переезда во Францию в качестве наемного работника. Этот способ – это рабочая виза «Паспорт Талант». Получить рабочую визу «Паспорт Талант» можно при условии, что вы находите работодателя, который готов платить вам зарплату выше средней. О конкретных цифрах такой зарплаты мы будем рассказывать отдельно в рамках уроков, посвященного рабочим визам. При получении рабочей визы «Паспорт Талант» все административные вопросы проходят гораздо проще и быстрее, и вам не нужна эта процедура проверки французского рынка труда. Итак, резюмируем. Для того, чтобы ехать во Францию по работе, вам обязательно нужно найти работодателя. Соответственно, вы должны быть сильным кандидатом, отличным профессионалом в вашей сфере, и ваш работодатель должен быть вас заинтересован. Какие есть варианты переезда во Францию по сфере бизнеса? Вы можете открыть на территории Франции предприятие. Для этого вам необходимо инвестировать в ваше предприятие не менее 30 тысяч евро, и вы можете председавать на категорию «Паспорт Талант» открытие предприятия. Вы можете открыть индивидуальную предпринимательную на территории Франции. Для этого вам необходимо предоставить солидный бизнес-план, рассказывающий о том, как вы собираетесь вести вашу предпринимательную деятельность на территории Франции, и почему вы считаете, что вы преуспеете. А также, когда вы приедете во Францию, вам обязательно нужно показывать реальный доход, иначе у вас возникнут сложности с продлением данной визы. Также, если у вас есть гениальная классная идея классного стартапа, или если у вас уже есть стартап на территории страны, где вы сейчас проживаете, то Франция всячески способствует притопу иностранных стартапов на свою территорию. Именно для этого была открыта программа «Френч Тек», открыта была совсем недавно президентом Франции Мюнелем Макроном, которая значительно упрощает все административные демарши для регистрации стартапа на территории Франции, иностранного стартапа на территории Франции, и получения визы его основателем. Для того, чтобы воспользоваться такой визой, это называется «Френч Тек Стартап Виза», вам необходимо всего лишь найти инкубатор, который заинтересуется в вашем проекте и зарегистрирует его у вас. Мы также знаем лично примеры тех людей, которые уехали во Францию по этой визе. Итак, резюмируем. Мы перечислили следующие способы переезда во Францию. По учебе, по личным мотивам, по работе и различные варианты открытия бизнеса. Как еще можно приехать во Францию? Одним из очень распространенных способов переезда во Францию является виза-визитер. Это виза для финансово независимых граждан, которые хотели бы жить во Франции без права работать или вести предпринимательскую деятельность. При условии, что у вас на счету достаточное количество ресурсов, финансовых ресурсов, и при условии объяснения французскому консульству вначале, почему вы хотите жить во Франции, то есть какой у вас мотив для переезда, вы вполне можете претендовать на данную визу. Через пять лет вы можете трансформировать эту визу в постоянный вид на жительство, который даст вам все права, и в дальнейшем вы сможете подавать на гражданство. Достаточно многие финансово состоятельные независимые люди пользуются этой визой и успешно переезжают на постоянное место жительства во Францию. Для совсем состоятельных граждан есть категория «Паспорт, талант, инвестор». Это виза для тех, кто готов инвестировать во французскую экономику больше 300 тысяч евро. Конечно, если достаточно небольшой процент населения готов инвестировать такую сумму и располагает такими ресурсами, при этом такая виза также имеет место быть. Поговорим о других оставшихся визах, по которым вы также можете ехать во Францию. Виза ОПЕХ – это виза для тех, кто готов присматривать за детьми и жить в принимающей семье, при этом изучая французский язык. Это отличный старт для тех, кто впоследствии хочет остаться во Франции на ПМЖ и поступить в французский вуз, так как виза ОПЕХ предполагает под дальнейшим возможность напрямую сменить статус на студенческий при условии поступления в французское учебное заведение. Виза «Молодой профессионал» дает возможность молодым профессионалам, молодым людям, недавно выпустившимся из высших учебных заведений, той страны, в которой они учились, например, то есть, например, Российской Федерации, попробовать свои силы в качестве наемного работника на французском предприятии. Здесь идет ограничение на два года, то есть вы можете достаточно легко уехать работать по этой визе во Францию. К сожалению, такую визу нельзя будет продлить, так как вы подпишите обязательства о возвращении на родину после течения двух лет. Виза «Ваканс Хавай». Французский аналог визы «Work and Travel». Американская виза, которая в свое время была очень популярна в России для того, чтобы на лето поехать поработать и бы путешествовать в Америке. Так вот, такая виза существует и во Франции. Изначально эта виза выдается на 4 месяца, ее достаточно легко получить. В российском консульстве существует квоты на 500 виз в год, даже если вы подойдете в декабре, то вы получите данную визу, это проверено на личном пункте. Далее эту визу можно продлить до года на территории Франции, при условии, что вы нашли контракт. При этом вы имеете право работать по данной визе, и вам не нужно получать дополнительных разрешений на работу с проверкой французской администрации рынка труда во Франции. Далее по этой визе вы можете сменить статус, но здесь нужно смотреть индивидуально, так как не всегда удается сменить статус напрямую, например, с данной визы на рабочий, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. При этом в любом случае это возможность побыть во Франции до года, уже закрепиться во Франции и возможно найти пути для того, чтобы в дальнейшем остаться во Франции на ПМЖ, поэтому эта виза также является одной из точек входа для переезда во Францию. Что еще? Еще различные волонтерские программы, по которым вы можете поехать, стажировки, то есть вы ищете стажировку в каком-то французском или в каком-то французском предприятии, вас отправляют в качестве стажера, под это есть своя виза, и внутрикорпоративные переводы, то есть, например, вы работаете в крупной компании, и эта компания отправляет вас работать во Францию на какой-то срок, соответственно, это внутрикорпоративный перевод в рамках филиалов одной компании, и, наконец, обмен между университетами, то есть, это не совсем студенческая виза для обучения именно в французском университете, это когда у вас происходит обмен, то есть, ваш университет, например, в котором вы не учитесь, да, если вы сейчас являетесь студентом, имеет некие партнерские программы с определенными университетами во Франции, как правило, такие обмены происходят не дольше, чем на один семестр, но, конечно же, могут быть и дольше, но, как правило, не дольше, чем на один семестр. Это также классный опыт для того, чтобы попробовать себя во Франции, посмотреть, как оно там и разработать более детальный стратегический план переезда и так мы с вами обсудили все возможные способы переезд во францию на постоянное место жительства